Сегодня мы сделаем маленькую передышку с изучением устава, закона и других документов. Хочется немножко поговорить о социальных сетях и о той роли, которая уготована им в жизни нашего садоводства. Многие не задумываются над этим или полностью отвергают даже мысль об интернете. Для них интернет и социальные сети не являются источником информации. Некоторым буквально тошнит только от одного упоминания слова «интернет». Они считают, что там сидят не люди и занимаются тем, что льют помой. Эти заблуждающиеся никак не могут понять, что, как и в печатной среде, в интернете есть желтые, белые, серые страницы. Никакой разницы. Все крупные печатные издания перешли в интернет, и многие даже прекращают печатное производство. Интернет дешевле, выгоднее, надежнее. Причем здесь наше садоводство, вы спросите. Интернет, и в частности социальные сети, это большой архив. Архив документов, фотографий, фильмов, переписки. Все, что попадает в сеть, остается там на века. Это история. Ее не стереть. И каждый, кто написал что-то, выложил фото, видео, его имя автоматически попадает в историю садоводства, и не только садоводства, но и за пределы. И если всю информацию собрать воедино, то наши потомки с удовольствием будут читать и смотреть, что же происходило в 16-м, 17-м году, 25-м. Кто творил добро, а от кого-то был один лишь вред. Кто-то стремился к светлому, а кто-то лишь бы напить карман. Наверное, наши потомки также наткнутся на пустые места в истории, где молчание считалось необходимой нормой. Так, например, освещение от начала до конца реконструкции электросетевого хозяйства садоводства, фотография и видео останется глубокой тайной, скрываемой правлением и энергетической комиссией. Конечно, кто-то будет делать фото и видеосъемку, но они, как всегда, материалы потеряются, и потеряются навсегда, в отличие от выложенных в интернет. И вот когда встанет у потомков вопрос о пустом месте в истории, тогда и всплывут фамилии и должности тех, кто хотел плевать с высокой колокольни на всю эту долбанную историю. Субтитры создавал DimaTorzok